Борьба с дыханием смерти в пятиэтажном доме на улице Шаумяна в Екатеринбурге продолжается. Уже больше 10 дней люди не могут вернуться в свои квартиры. Пострадавшие обращаются за помощью во всевозможные инстанции. О первых результатах Полина Гладких. Тамара Зведенинова обила все пороги и уже, кажется, выучила наизусть номера телефонов разных ведомств. Роспотребнадзор, управляющая компания, департамент Госжилстройнадзора. Это еще не весь список организаций, куда обращалась женщина. Ответа нет. Если и приходят какие-то бумаги, то без конкретики. Мы ваш рассмотрим вопрос согласно таким-то статьям, таким-то законам. Ваш вопрос будет решен в одном месте до 29-го, это управляющая компания, 0-5-го. Другие говорят, что мы же ваш вопрос рассмотрим до середины июня уже, третьи вообще никаких сроков не ставят, замкнутый круг. За последние 10 дней у Тамары Зведениновой скопилась целая папка различных бумаг. Среди них и предписание от управляющей компании, по которому жильцам пострадавших квартир надлежит самостоятельно проводить дезинфекцию помещений. Я говорю, а чем? Ну, хлорочкой будете посыпать, там еще какими-нибудь средствами. Обращение оставили и на сайте прокуратуры. Через госуслуги записались в ведомство на личный прием. Разговор состоялся по домофону. Специалист пообещал поискать заявление. До сегодняшнего дня ни звонка, ни письма так и не было. Тем временем трупный запах, говорит Тамара Зведенинова, не уходит, а только усиливается. Труп женщины нашли в этом доме 10 мая. По заключению специалистов он пролежал около 10 дней. Скопившаяся трупная жидкость, утверждают соседи, начала стекать по трубам на нижние этажи. Сейчас в квартирах, куда проник яд, находиться невозможно. Ольга Федорова планировала продать свою однушку в этом доме. Сделала косметический ремонт. Теперь ни о какой сделке и речи быть не может. В собственной квартире лишний раз пенсионерка не появляется. Я не могу, у меня сразу рвотные рефлексы вырабатываются. Это очень-очень опасно. Для печени вообще. Я туда не могу заходить. Мне 70 лет, и чтобы я это чувствовала вообще никак. Ни в коем случае нельзя. Еще вчера у женщины пускались руки. А сегодня, кажется, появилась надежда на реальную помощь. Накануне журналисты ОТВ написали письмо региональному обуцмену Татьяне Мерзляковой. Она заинтересовалась ситуацией и уже связалась с мэрией и управляющей компанией. Мы надеемся, что не только мы не будем безучастными, но и управляющая компания подключится, отреагировав на наше письмо, письмо, где мы считаем, что иначе будут нарушены права людей, которые находятся рядом. Сейчас в первую очередь необходимо оформить акт о состоянии помещения, без которого ремонт и обработка невозможны. Заняться составлением документа должна управляющая компания. Так считают и в мэрии. Администрация города Екатеринбурга разделяет обеспокоенность жильцов. Управляющей компанией обслуживающий дом дано поручение оказать максимальное содействие в санитарной обработке. И муниципалитет проконтролирует его выполнение. Областное телевидение обратилось в управляющую компанию с официальным запросом. Пока комментариев получить не удалось. А значит, у этой истории финал остается открытым. Полина Гладких, Марка Керман, Алексей Голицын и Иван Мякишев. События ОТВ.